Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Семь минут». Сегодня у нас в гостях заместитель главного врача областного клинического противотуберкулезного диспансера, главный детский фтезиатор Елена Николаевна Долженко. Здравствуйте, Елена Николаевна! Насколько я знаю, медицинских сотрудников на сегодняшний день ознакомили с новыми нормативами оказания противотуберкулезной помощи. Если можно, расскажите, в чем заключаются новшества? Да, сегодня в управлении Роспотребнадзор Паризанской области проходила большая областная конференция, на которой, в общем-то, нам представили возможность довести до сведения медицинской общественности те новшества, которые за последний год появились по оказанию противотуберкулезной помощи. Ну, я бы разделила на таких три основных блока. Первый блок за последний год вышло 9 клинических федеральных рекомендаций по диагностике и лечению различных форм туберкулеза, в том числе по этиологической диагностике этого заболевания и по вакцинопрофилактике. Это один блок. И что важно отметить, что это внесло и дало приоритетное направление. Самое главное, что нужно очень быстро выявить возбудитель, определить, к чему этот возбудитель, к какому конкретному лекарству чувствителен. И именно эти препараты, к чему чувствителен возбудитель, назначить пациенту. Вот это самое главное направление. И в Рязанской области у нас уже появился такой вот аппарат 2 года назад, который позволяет нам в автоматизированном режиме быстро выявлять возбудитель туберкулеза и определять лекарственную устойчивость. И сейчас уже прошли торги, мы, в общем-то, приобретаем следующий аппарат. Это одно направление. И еще, что очень важно, что появились федеральные клинические рекомендации по лечению латентной туберкулезной инфекции у детей. К сожалению, вот до этого времени, последние 11 лет, не было ни одного, никакого нормативного акта, регламентирующего подходы к тому, какого же ребенка по результатам реакции МАНТУ надо лечить, какого не надо лечить, сколько лекарств назначать, на какой период времени. Поэтому это, конечно, новшество очень важное. Второй документ, который вышел в этом году, он изменил вакцинопрофилактику туберкулеза. И наше население должно знать, что теперь наши дети вместо трех прививок от туберкулеза в своей жизни будут иметь только две прививки. Прививка осталась в родильном доме на третьи-седьмые сутки жизни ребенка. Вторая прививка будет делаться в возрасте, начиная с 6 лет. 6 и 7 лет. То есть берется два возраста для того, чтобы максимальное количество детей привить. То есть если МАНТУ реакция будет отрицательной в 6 лет, ребенок получит ревакцинацию в 6 лет. Если она по каким-то причинам была не сделана, это туберкулиновая проба, или она была сомнительной, но в 7 лет она будет отрицательной, то ребенка привьют в 7-летнем возрасте. Ревакцинация в 14 лет этим приказом отменена. И третий, очень важный документ, который тоже был в этом году утвержден, он прошел регистрацию в Минюсте в мае 2014 года, вступил в силу в июле 2014 года. Это санитарные правила, которые называются профилактика туберкулеза. Это большой, очень такой основательный документ, который утвержден главным государственным санитарным врачом России. И самое важное, что там пошагово определено абсолютно все, что касается профилактики, выявления и учета туберкулеза. Кто за что отвечает? Потому что все мы отвечаем, каждый за свой раздел. Медики отвечают за то, что они делают, а работодатели и вообще руководители организаций, предприятий, учебных заведений, они отвечают за свои дела. И важно довести до сведения абсолютно каждого жителя нашей области, вообще нашей страны, что если мы будем исполнять эти санитарные правила, которые вообще являются обязательными для юридических и физических лиц, то, конечно, наши успехи в туберкулезе будут более основательны, чем сейчас есть. Елена Николаевна, а на сегодняшний день какова статистика заболеваемости туберкулезом у нас в области? Вы знаете, ну, если говорить чисто по цифрам, то хорошо, намного стало лучше. То есть у нас в последние несколько лет заболеваемость снижается, снижается, снижается. И даже по сравнению, если брать 9 месяцев прошлого года и 9 месяцев этого года, разница в 100 человек. Согласитесь, 100 человек – это очень большая цифра. Поэтому мы рады, что наше население стало пореже болеть туберкулезом. Но это не должно нас останавливать в наших действиях, потому что, вы понимаете, как только мы прекращаем или ослабляем, что ли, свое внимание к этой проблеме, туберкулез нас сразу накажет. Поэтому, несмотря на то, что снижается, если мы все-таки скажем, а какой же уровень заболеваемости, он еще пока высок. Какие факторы влияют на формирование уровня заболеваемости? У нас очень большая прослойка населения, которая много-много лет не проходила профилактически осмотр на туберкулез. И именно эта часть населения, она больше всего нас беспокоит. Почти 10% нашего населения не проходила флюорографию 3, 5, 6 и больше лет. Ну, а почему же мы беспокоимся за эту часть населения? Понимаете, туберкулез – это болезнь тихая. До поры до времени она никаких симптомов вообще человеку… Она о себе не дает знать. Так вот, важно как раз выявить болезнь, когда она еще не кричит о себе. Поэтому, конечно, нам бы хотелось обратиться, в том числе и с вашего канала, чтобы все-таки наши жители, ну, хотя бы один раз в два года, находили время, дойти до поликлиники и пройти флюорографический осмотр. Ну, наверное, все равно здравомыслящему человеку понятно, что профилактика при таких заболеваниях важнее всего. Помимо флюорографии, какие еще профилактические меры следует принимать для того, чтобы избежать этой болезни? Ну, конечно, вы совершенно правильно говорите. Флюорография не может быть как методом профилактики болезни. Она служит просто методом раннего выявления и способствует тому, чтобы эта инфекция не распространялась вокруг, из-за того, что люди с запущенными формами вокруг себя будут заражать много людей. Но каждому нашему гражданину надо знать, что туберкулез – это не то заболевание, которое быстро развивается у человека. То есть, если даже мы вступаем в контакт с больным туберкулезом, то шансы человека заболеть, в общем-то, они невысокие. Значит, есть какие-то механизмы внутри нас всех, которые могут позволить сдаться этому нашему организму. А внутри нас, сидящему микроорганизму, размножаться и вызвать болезнь. Поэтому каждый из нас должен знать, если иммунная система, человека крепкая, хорошая, человек ведет здоровый образ жизни, как это не банально звучит. Поэтому о мерах профилактики мы сейчас будем говорить очень долго и очень нудно, но это практически все так. Мы должны достаточно высыпаться, мы должны достаточно и правильно кушать. Мы должны гулять, заниматься физической нагрузкой, адекватной. Если вот эти все три составляющие у нас будут в гармонии, это будет позволять нам сохранять хорошую иммунную систему. И шансы заболеть туберкулезом будут сведены к минимуму. Ну, я думаю, другими болезнями тоже при таком образе жизни не заболеешь. Елена Николаевна, большое спасибо, что вы к нам сегодня пришли. И вам спасибо. Мы желаем вам поменьше больных, поменьше клиентов, чтобы у нас население было здоровым и у вас было меньше работы. Спасибо. Я хочу пожелать вам и нашим гражданам всем здоровья. Ну, а на этом наша программа подходит к концу. Мы тоже желаем вам здоровья и всего самого доброго. Увидимся в следующих выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok